Здравствуйте, уважаемые друзья! Вечер за бортом 24 градуса И сегодня такой интересный вопрос задали По поводу французского языка, но под необычным соусом Вопрос звучит следующим образом Может ли быть так, что требования Ужесточение языковой политики правительства Квебека К потенциальным иммигрантам То есть, чтобы у них обязательно был французский язык И на неплохом уровне Может ли это быть некой такой превентивной Далеко играющей мерой По борьбе с иммигрантами из Азии Прежде всего из Китая, из Индии Ну и следующая там часть вопроса связана с тем Что правда ли говорят, что франкоязычные университеты в Канаде Они лучше по качеству, чем университеты англофонные Значит, по поводу первой истории Ну, ни для кого не секрет, да Что и в Китае, и в Индии английский язык занимает очень значимое место Особенно если мы говорим про Индию В Индии английский официально является вторым государственным языком И поэтому, собственно, люди, которые приезжают из Индии Они все худо-бедно, но английский язык знают Ну, или почти все, да Все-таки есть регионы, есть семьи, в которых все-таки на английском не говорят Несмотря на то, что английский является государственным языком И, соответственно, если мы говорим про вот эту историю Связанную с борьбой, с потенциальной, да То мы должны тут понимать, на самом деле, что Это правда, что большое количество потенциальных иммигрантов Из стран Юго-Восточной Азии и Китая Они отказываются ехать в Квебек Именно потому, что им придется учить другой язык То есть, вроде как, все устраивает местность, цены, недвижимость Рабочий рынок, все окей Но французский язык ломает все планы Однако, на самом деле, я не думаю, что ужесточение требований в плане языка Это является какой-то превентивной мерой против азиатов В широком понимании этого слова Почему? Потому что Процессово уже много лет довольно-таки четко и доходчиво объясняет Почему оно ужесточает меры в отношении языка Самое главное – это нежелание вкладываться сильно в интеграцию иммигрантов Нежелание платить дополнительные деньги за курсы французского языка За переучивание Нежелание вообще, в принципе, заморачиваться этим То есть, с одной стороны, правительство делает все, чтобы показать, что мы делаем правильную интеграцию А с другой стороны, правительство не хочет вкладывать деньги в тех, кто приезжает к ним И поэтому, если мы говорим про историю с языком То это, прежде всего, желание получить максимально качественный человеческий ресурс Приезжающий сюда Который уже знает язык на необходимом уровне для того, чтобы очень быстро адаптироваться И воткнуться в рынок труда И, с другой стороны, облегчит бюрократическому аппарату Их работу и их жизнь в плане того, что им надо будет делать какие-то чрезмерные усилия И личные телодвижения Для помощи вновь прибывшим в плане изучения языка Еще раз говорю, как бы, расхожую мысль Да, я ее уже много раз озвучивал Что, если мы говорим про Квебек То только в Готино и в Монреале можно более-менее жить без французского языка Вся остальная провинция, она исключительно франкофонная И, отъезжая совсем немножко от этих двух городов Ты сталкиваешься с тем, что вероятность того, что твой английский язык На котором ты говоришь в любой другой части Канады Будет абсолютно непонятен для тех же самых канадцев Но провинции Квебек вдали от большого города Поэтому вот такая вот история Теперь, что касается Качества образования и преподавания Во франкоязычных университетах по отношению к англоязычным Я бы, знаете, не сказал, что качество очень сильно отличается Почему? Потому что, на самом деле Научное сообщество в англофонной Канаде В франкофонной Канаде Оно, что ни говори, оно общее Человеческий материал, мозги, ученые перетекают из одного города в другой Наверное, подавляющее большинство преподавателей, которые есть в Квебеке Они англофонны Они, в принципе, могут говорить и на английском языке То есть, по большому счету, для них не проблема Найдя работу где-нибудь в Британской Колумии Приехать в эту самую Британскую Колумию Что, наверное, лучше, что отличает И что действительно является разницей между англофонными и франкофонными университетами Это ориентация Значит, франкофонные университеты Они ориентируются на Европу и на Францию И это является большим плюсом Большим подспорьем для студентов-франкофонов Потому что они не только читают учебники канадские Разработанные по канадским методикам Канадскими учеными и так далее Но они и привязаны к тому материалу, который франкоязычные преподаватели черпают из европейских источников Из бельгийских, французских и швейцарских Это вот большое отличие Англофонные университеты, что ни говори Они ориентируются в своих программах и материалах на то, что преподаются в американских университетах Я, честно говоря, не думаю, что содержание курсов-предметов в англофонном университете, скажем, могил Очень сильно будет отличаться от того же самого англофонного университета где-нибудь, не знаю, там, в Бостоне, да В Гарварде Я не думаю, объективно В качестве преподавателей, возможно, будет отличаться, но не на много, да Потому что для того, чтобы получить нормальную позицию профессора в Канаде и вообще в Северной Америке Необходимо быть маститом, стулованным, известным, с хорошим рейтингом цитируемости, с участием в симпозиумах, исследованиях и так далее И, естественно, и на канадской стороне границы, и на американской стороне границы Вот это вот общее научное пространство, оно реально общее, да То есть не просто на словах Друг другу ездят, друг другом обмениваются и преподавателями, и студентами, и знаниями, исследованиями Поэтому я не думаю, что отличаются И в этом, как бы, с одной стороны, сила, а с другой стороны, слабость англофонных университетов Потому что сила, это то, что ты можешь быть уверен, что твои знания универсальны С теми знаниями, которые получают те же самые американцы Например, если тебе это важно Вот, но что реально, объективно важно, это то, что Америка является признанным лидером в области науки и образования Поэтому ты можешь быть уверенным в канадских университетах, что ты, как бы, находишься на острие научной мысли И ты обладаешь самыми последними знаниями, которые есть у человечества в твоем предмете Франкофонные университеты, они, с одной стороны, черпают все то же самое, что англофонные А с другой стороны, они получают дополнительную информацию из, как я уже сказал, французских европейских источников И это, как бы, усиливает, да, и ценности, и кругозор студентов, и преподавателей, которые находятся в франкоязычных университетах Однако, с другой стороны, мы знаем, что французские и бельгийские университеты, они не являются какими-то такими сильными уж законодательными модами Поэтому, да, они привносят что-то новое, но, опять же, пик и острие, как я уже говорил, находятся все-таки больше в США Если мы в таком контексте сравниваем, да, университеты Поэтому, с одной стороны, да, чем-то лучше, а с другой стороны, на самом деле, ничем особенно франкоязычные университеты, франкофонные университеты И ничем отличаются по уровню подготовки от англофонных Смотрите просто за рейтингами учебных заведений Там отражается все, и количество студентов, и их успеваемость, и сколько студентов доходит до конца обучения И каков качественный состав преподавателей И ориентируйтесь больше на это, чем на то франкоязычные университеты или англоязычные В общем, такие мои мысли по этому поводу Всем отличного дня и счастливо! Пока! Субтитры создавал DimaTorzok